Дорогие друзья, всем здравствуйте! В Узере детская среда. Меня зовут Нина Попова, я руководитель пресс-службы на МИФ онкологии и я буду помогать сегодня состояться в нашей беседе. А беседа у нас сегодня очень интересная. Ну, академика Владимира Георгиевича Полякова, наверное, наши постоянные зрители знают. Прошу любить, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Здравствуйте, Евгенечка. А вот еще у нас одна красивая, молодая, но при этом явно выходящая за возрастные границы пациентов, не детской онкологии и гематологии, пациентка, Светлана Мартынова, которую Владимир Георгиевич много лет назад знал как Светлану Волкову. Здравствуйте, Света. Светлана прилетела к нам аж из Томска. Вы там живете? Да, постоянно. Вы там постоянно живете. Вы приехали, чтобы... Чтобы поедаться. Чтобы еще раз увидеть доктора, да? Чтобы еще раз увидеть доктора, да? Чтобы еще раз увидеть доктора. Но это же ведь, насколько я понимаю, это не потому, что нужно наблюдаться. Сколько лет прошло с тех пор, как вы были пациенткой не детской онкологии и гематологии? В 17 лет я последний раз была на контроле, а лечение в 12 лет закончили. Накончили в 12 лет. Это какой был год? В 94-й. Да, в 93-й и 94-й год. В 94-й год. Это сколько лет прошло, где-то? 30 лет прошло. 30 лет прошло. 30 лет. Владимир Георгиевич, а вы тогда, кстати, были уже академиком? Нет, конечно, нет. Я 30 лет назад, я был доктором наук, точно, не помню, был ли я уже профессором тогда, но академиком нет, конечно. Это уже после 2000-х каких-то лет я стал членом корреспондента. Но вы были лечащим врачом, насколько я понимаю. Я был, да, лечащим врачом у Светы. И, в общем-то, тогда в ту пору у нас сформировались и было сформировано отделение опухоли головой и шеи. Первое у нас в стране отделение, которое, ну, оно первое остается, на самом деле, единственное, где концентрируются пациенты с этими новообразованиями. Единственное в стране? Ну, да, в настоящее время, как отделение опухоли головой и шеи, да, единственное. И для детей? Для детей, конечно. Взрослых это есть. Мы по аналогии со взрослыми разделили локализацию на голову и шею, только апдеминальную локализацию и опорно-двигательную аппарату. И вот мне довелось руководить, ну, я до сих пор это делаю, руковожу этим отделением с той поры. Просто уже в таком новом статусе. Но, тем не менее, продолжаю заниматься лечением, но уже не непосредственно, то, что я там лечащий врач, безусловно. Но я же консультирую, со мной решаются все вопросы по тактике, по стратегии лечения и принимаю, естественно, участие в оперативной деятельности. Вот до сих пор пока. Свет, а вы помните, как вы встретили своего лечащего врача Владимира Георгиевича, что вы тогда почувствовали, подумали? Вам было 12, да? 11 лет. 11 лет, да? Доктор был всегда внешне, харизматичный мужчина, красивый. Вот скажу по секрету, мамочки все в отделении падали, когда вход начинался. И в одежде по секрету скажу, они до сих пор падают. Да, не сомневаюсь. А дети чувствовали всегда уверенность, доброту глаз, надежность и сомнений вообще никогда не возникало. Вы с мамой приехали? С мамой, два года мы с мамой летали. Из Томска в Москву. Тогда мы жили в Семенской области, в Медионе, это Нижневартовский район, Югра. Две недели здесь, две недели там. Валерий Георгиевич, а с каким заболеванием пришлось Семенской области? Ну, мы же можем это говорить откровенно сейчас, потому что раньше мы скрывали вообще диагнозы от пациентов. И бывало так, что там при раке желудка, как говорили, там гастрит или язва или еще что-нибудь такое. Сейчас это изменилось. И тенденция к тому, чтобы всем пациентам сообщать. Ну, в зависимости от психологического статуса, естественно, мы оцениваем состояние и статус человека, с которым мы общаемся, с которым мы говорим. И можем говорить, ну, какой-то, может быть, такой иносказательной речью нашей медицинской, ну, или что-то такое, не сообщая там окончательно. Но что касается детей, то и уже старшим детям мы тоже говорим. Мы тоже, исходя из того статуса, который мы определяем психологически, мы же немножко психологи тоже, доктора. Поэтому, побеседовав один раз, два раза, понимаем, что здесь можно говорить и нужно даже говорить, потому что они мобилизуются, включаются и понимают, что надо преодолеть что-то. Света сказали, как он. Света знала тогда, что это было, что это злокачественная опухоль. У Светы очень распространенная в этой зоне и в этой локализации опухоль терапдомиосаркома. Осаркома мягких тканей, причем очень такой локализации неприятной. Это щека, угол рта, основание носа, вот такое распространение, достаточно больших размеров эта опухоль была. Это было видно, да? Это было видно внешне, да. Мама обратила внимание на какую-то, ну, как припухлость, асимметрия такая была в области носогубной складки. Вот, и вот они там пообретались у себя сначала некоторое время по врачам, а потом все-таки прилетели, я сейчас не помню, это было направление или сами приехали мама. Там была следующая история, что рождение родимое пятно красное, потом переобразовалось в опухоль в 6 лет доброкачественно, удалили в Семенскую область. Через год 7 лет опять доброкачественная опухоль. Не в 11 лет во время полового созревания, видимо, у меня как ребенка, это уже худшее история переросло. Хорошо, что мы попали куда-куда попали. Куда надо попали. Да, надо всегда попадать туда, куда надо. Но, насколько я понимаю, рабдоминус саркома относится к таким упорным. Это серьезное заболевание, высоко злокачественное, которое обладает тенденцией к рецидивам при нерадикальном удалении, вот о чем говорит Света. Конечно, это сопутствующая какая-то гемангиома была на фоне которой, ну, под маской которой развивалось это злокачественное образование. То есть это прямо было пятно такое, да, на щеке? Да, с самого рождения родимое пятно. А можете показать на какой? На право. Вот здесь, да? Вообще, можете повернуться на ночь? Я не вижу вообще никаких следов. Причем здесь шрам остался не после Владимира Георгиевича. Нет, я бы делал визы. Это были две операции до. Вы внутри делали. Я со стороны пола сердца это опережил. Оттуда, через переходную складку, чтобы не видно было на лице. А, ну, то есть это была ваша добрая воля? Не то, чтобы это было регламентировано какими-то нормами? Это регламентируется нормами, регламентируется радикальность удаления. То есть если я могу сделать это каким-то, таким методом, который вскроет дефекты, функциональные какие-то возможности сохранить, то я это так сделаю так. Если это невозможно, то приходится, конечно, открытым доступом снаружи, когда остаются шрамы, когда приходится пересекать губу, рассекать ткани щеки, пластики делать и так далее. Но здесь было удаление через ротовым доступом и с укрытием дефекта. Дефект там был, в общем-то, довольно приличный. С перемещением мягких тканей просто вот так вот закрыт был дефект. Я очень сильно тогда переживала перед операцией. Девочка же. Да, ну да, в 11 лет это уже становится вареном. Уже понимаешь, чем лезвешь. Я помню разговоры докторов. Мами говорили, что возможно придется ребенку в пластическую операцию в будущем делать, когда уже сомневывание лица произойдет. По факту ничего не пришлось делать. И после лучевой терапии зубы не повредились. На тот момент закрывали пластинкой из жевачек. Делали коллиматору делать специальность. Да, и жвачек. Ну да. Просто жвачки сцепили и все и закрывали зубы. А, чтобы... Меньше лучевая нагрузка была. Зубы все целы, все вместе, все хорошо, все прекрасно. Но вот вы говорите, что какой-то есть шрам от других операций, но я признат варене каких-то внешних. Он, наверное, выпадает на согубную спадку. Да, да? Да, он попадает на складочку туда, удачно. А как вы ощущали себя после операции? Ну, удобно говорить, есть, жевать. Но уже когда заживала рано. После операции даже никакого комфорта не было. Я не помню такой же вопрос стоял. Ну, а когда уже выдохнули, сразу было понятно, что с лицом все будет хорошо? Или нужно было какое-то время... Нет, после операции уже, когда тек ушел, когда послеоперационные изменения стало рубцеваться, затягиваться там все это дело, то стало понятно, что мимическая мускулатура работает. Все в полном объеме. Мы боялись очень за угол рта, потому что это такая зона очень опасная в этом месте. Всегда может быть повреждение лицевого нерва в этой ветке, вот носогубной и маргинальной ветке, которая идет к углу рта, подходит. И если ее травмируешь, пересекаешь, то потом, ну, получается, кривая улыбка, неполное смыкание губа. Губы, может быть, здесь, слава богу, все обошлось хорошо. Но Света до операции перенесла много чего, потому что равномерно саркома – это такая опухоль, которая просто хирургически не лечится. А что нужно было? Ну, сначала была химиотерапия, она вынесла много курсов химиотерапии. С тяжелыми лекарствами, платьями, в котором учили. Да, да, это были первая серия, это была у меня диссертационная работа, посвященная саркому мягких тканей, и там была комбинация препаратов, довольно тяжелая комбинация. Это ПВЦК, программа была такая, в которую входил цесплатин. Это очень серьезный препарат, это с нефротоксичностью, со всякими прочими делами, которые вызывают осложнение, потом нарушение функции работы почек. Это был доксорубицин, был доктиномицин, это вызывает гептотоксичность, вызывает кардиотоксичность, то есть какие-то могли бы изменения со стороны сердца. Винкристин, который вызывает падение уровня лейкоцитов, ну, они все вызывают гематологическую токсичность с падением уровня тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов, и это постоянно была какая-то такая напряженная работа. Курсы проводятся с интервалом там 21 день, ну, если все хорошо, 21 день, ну, до 28 дней, потом восстанавливается, если нет падения, значит, там переливания всякие, поддерживающие терапии, ну, это непростой. И девочка все переживала, она умницела. Как ребенок, я помню абсолютно все, что происходило в отделении, начиная там от ощущения от первого укола, когда в вену поставили лекарство красного цвета, если не ошибусь в названии, Винокристин, что-то такое. Нет, да, да, доксорубицин. Доксорубицин. Никогда не забудешь. Помощь просили, кто был? Мама всегда рядом. Мама рядом. Я не знаю, как сейчас, но родители рядом. Также родители всегда рядом, у нас обязательно есть ухаживающие, ну, они пропускаются для того, чтобы помогать докторам, сестрам, естественно, ну, по уходу за ребенком. А схемы лечения остались такими же? Они примерно такими же остались, комбинации препаратов изменились, изменились дозировки, мы стали более интенсивно использовать эти препараты, более высоко, еще более интенсивно, потому что, к сожалению, не все так заканчивается, как у Светы закончилось. Есть определенный процент детей, которые идут с рецидивами, возвращаются с метастазами, и потом это более жесткая, более жесткая терапия. А как же они ее переносят? Вот Света рассказывает про тошноту, головокружение, да, наверное, еще какие-то. В 93-м году это были дорогостоящие лекарства иностранного производства, которые родители самостоятельно покупали, чтобы сгладить процесс рвота, тошноты. Сейчас, я не знаю, выдают это как-то. Выдают сейчас все у нас есть, здесь и возможности. Тогда они только появлялись, андонцитрон, зафран, это противорвотные препараты, которые были, ну, в большом десерстве. что доза выше, а переносится они легче? Ну, так же, скажем, да, потому что мы научились, это было, так сказать, это становление еще все-таки было 30 лет назад. Это целая эпоха для детской онкологии, для лекарственной терапии. Очень много изменились, подходы изменились, сопроводительная терапия изменилась, изменились антибактериальная терапия, поддерживающая там всякая, сопутствующая терапия. Мы сейчас совершенно на другом уровне. Вот если бы сейчас это случилось, если бы это пришло, мы немножечко по-другому бы лечили, конечно, уже с современными тенденциями. Но тогда это были прогрессивные методы, которые мы используем, в частности, использование цисплотина в те годы, это было такое революционное приобретение, находка, и его не использовали у детей, потому что он не прошел апробацию в детской практике, вот, и он был, как вот сейчас у флейбл препараты, тогда этот препарат был такого вот уровня. А сейчас это рутинные препараты, которые мы используем во всему, у детей в том числе. Да, ну и сейчас на место цисплотина у нас идет карбоплотин, который менее токсичен во всех отношениях. Поэтому то, что девочка и мальчик пережили в то время, это геройство вообще. Это очень здорово. Что вам помогало? Я понимаю, что, наверное, первый курс прошел, я так думаю, легче, потому что вы не знали, что вас ждет. А что вам помогало сосредоточиться и все-таки пройти через последующие курсы? Сколько их было? Девять. Девять? Девять? Восемь-девять курсов хирург-терапии. Ну, один на фоне лучевой терапии, поэтому девятый, так, восемь курсов. А дети, они же живут, как и в обыкновенной жизни, вот в этом социуме, в отделении. И психологический настрой – это очень важно. Не только то, что ты слышишь там от мамы, а то, что ты еще слышишь у других детей. Потому что где-то в детской комнате дети соберутся, кто-то рассказывает плохие и страшные истории, кто-то рассказывает хорошие истории, и вот берет все-таки та сторона, которая сильнее. И, конечно же, важно родителю с ребенком говорить о том, как это есть по-настоящему. Потому что если ребенку не скажешь в первый день, через месяц он все равно найдет книжку, прочитает информацию, говорит где-то с человеком, и даже там 9-10 лет ребенок все будет четко понимать. А вас какие вопросы по своей болезни интересовали вот в том возрасте? Что вы хотели услышать от мамы или от врачей? У меня ни разу не возникал вопрос, буду ли я жить. Вот этот вопрос вообще ни разу не вставал у меня, как у ребенка. Просто мы делали лечение, мама относилась ко мне достаточно строго в плане того, чтобы я все вовремя ела, там пила и так далее. Мама и так жесткая была всегда. Но именно ласки материнской тоже не хватало, потому что вот я думала об этом, что, наверное, детей нужно и ласкать, и нянечить в любом возрасте. И даже если ребенку 15-16 лет, все равно с ребенком нужно дружить всегда. И это ребенку поможет сильно. А что бы вы сказали ребятам, которые сейчас проходят лечение, ну вот из позиции того возраста, в котором вы попали в онкоцентр? Все, что происходит, все это делает намного сильнее в жизни людей. И вот если они вышли за стены этого учреждения, вот они уже сильнее вообще всех, кто рядом с ними, где-то в другом социуме, в школе, там, на спортивной площадке. Просто моральный дух этого ребенка, он уже в разы будет сильнее всегда. А вы можете рассказать, в какой ситуации Женина, может быть, была какая-то, как-то складывались обстоятельства, когда вам действительно опыт прохождения мотива ухоевого лечения помог? Вот была ли возможность продемонстрировать, воспользоваться этой силой духа, которую вы накопили в ней детской онкологии? Все люди всегда отмечают, что я людей поддерживаю морально. Либо я не находилась в школе, в институте, в офисе, на работе, с сотрудниками. Все говорят, сейчас моя уже фамилия Мартынова, что Мартынова впереди планеты всей. Она всегда поддержит, совет даст, у нее все легко, все хорошо. Даже если в офисе где-то сидишь, там, все сидят озадаченные, какой-то задачкой, да, у меня все хорошо, все прекрасно. Вот так и так будет все. Ты уже все равно всегда знаешь план наперед. Потому что вот все, что самое худшее было, уже вот оно позади. Все, хуже уже быть не может точно. Это, наверное, окружает. Ну да, я думаю, что да. Если человек справился, поборол, вот все, в жизни будет все отлично просто. Владимир Юрьевич, к вам вопрос. А пациенты своим настроем могут повлиять на результат лечения? Обязательно. Это вот если видишь какой-то негатив, который там сам себя уходит и как-то отрицательно относится к тому, что делается, и нет веры, нет надежды, глаза тусклые, не светятся. Ну, и ты понимаешь, что это не помощник. Ты делаешь, а он как бы, знаете, болячка заживает, а ты ее расцарапываешь, она не заживает. Заживает ее, расцарапываешь, она не заживает. Вот такое вот примерно впечатление. Вместо того, чтобы, ну, быть в надежде, потому что это должны быть, ну, все вместе. Я, пациент, мама, все окружение, мы верим в то, что должно быть все хорошо. Вот когда это все складывается вместе, психологически, это очень хороший стимул к тому, чтобы организм настраивался на защиту и на борьбу. И это помогает реально, абсолютно, точно. Вот что, можно еще скажу, что касаемо деток, я помню, когда у меня, допустим, в крови были проблемы, показатели не очень, надо делать очередной курс. Мы делали по крови переливание в Семенской области, и мой классный руководитель организовала встречу. Дети пришли с подарками, весь мой класс, представляете, я вот вяжу на переливании крови, и приходит весь класс, каждый от себя подарок принес, шестиклассники. Просто чтобы поддержать нас? Да. Это было очень важно, это то, что запомнилось, это то, за что я полюбила каждого своего одноклассника. И это стимул к тому, чтобы остаться среди в этой компании, чтобы жить, чтобы продолжать вместе с ними быть, это желание. Я занималась до лечения хореографии 5 лет, то есть уже готовили меня, чтобы на фуанках танцевала, солистом там, оркестром было и так далее, лучше всех занималась. Здесь приехали в Москве, купили пуантов не до сорокового размера, на вырост, не зная диагноза. Вот это тоже важно. А что день, когда узнали диагноз, мама сидит в гостинице, плачет, я танцую «Лебединое озеро» на этих пуантов, на которых прекрасно стою, а мама рыдает. Я говорю, мама, ну что ж ты рыдаешь, у меня вот пуанты. И потом 2 года лечения. 2 года. Да, но я ни разу не думала, что я не буду не танцевать «Лебединое озеро», была уверена, что вот я сейчас вылечусь, вернусь к своим девчонкам и буду танцевать. Вот это здорово. Вернулись? Не вернулась. Мама не разрешила, сказала, что вот эти кости будут хрупкие и так далее, но пожалела, что не вернулась, надо было возвращаться. А можно было? Можно было бы, конечно. Но вы как-то реализовали эту потребность фанцы в самопрезентации в дальнейшей жизни? Конечно. Пластика тела, она уже была, она сохранилась. А если ты хорошо танцуешь, то ты ей в жизни хорошо двигаешься. Вот, все. Не танцуете сейчас? Сейчас нет, ну как, в дискотеке там, что-то выходы какие-то. Это естественно, да. Сейчас хочу вернуться, вообще на 6-е научиться танцевать. Ого, какие планы. 41 год, да, не поздно. Нет, в 40-х годах как известная жизнь только начинает. Да, ничего не поздно. Я бы сказал, 70. Вы тоже? Я же радуетесь. На 6-е? На 6-е нет, но я занимаюсь спортом, продолжаю, да, все-таки всю жизнь. Но сейчас я играю на стольный пианис постоянно. Да, очень неплохие успехи. Ну, начинать и реализовывать, мне кажется, вообще никогда не поздно. Не, не поздно, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки трудности какие-то были со здоровьем, с возвращением в обычную жизнь, такую, не больничную, все-таки 2 года лечения, это хороший стаж такой, да? То, что доктора сказали маме, рекомендации делать, витамины, хорошее питание, сон, нервозности поменьше и так далее. Она донесла это до классного руководителя в школе. Естественно, ко мне немножко щадящий относились и учителя, и ученики рядом, но тем не менее, я пришла, получается, с 5-го класса, в 8-й сразу, в 6-й, в 7-й класс и пропустила, догнала это с репетиторами там за 3 месяца буквально. Пришла в 8-й класс, закончила сама, поступила в физико-технический лицей после 9-го класса, отучилась 2 года, потом ушла на политехнический университет, на гуманитарный факультет в физико-технический университет. Тоже закончила, но понятно, что в институте уже никому ничего объяснять не пришлось. А вот в школе, как ребята, вот вы чувствовали их отношения? Это что будет? Страх, восхищение, забота? Какие эмоции испытывали вокруг вас люди? Когда я проходила лечение, классный руководитель пригласил меня на вечеринку в класс. У меня был парик на голове тогда. Девочки знали, мальчики нет. Отошли мы в коридоре, мне жарко в этом парике, я так его слегка приподнимаю, и мальчишки за угол заходят. И кто-то из них кричит, у Светки парик. Как-то двухминутное у меня было межевание, и все, и все, все хорошо, и все, все понятно. Рассказали, от чего парик? Они знали, они все поняли, просто для них это такое удивление было. Ну, конечно. А потом еще я пришла в школу, весь класс мальчишек за мной бегал и влюблялись и так далее. Вот, смотрите, волосы какие чудные. А на понихимиотерапии попадали. Все выпало, после второго или третьего курса, как девочка сильно переживала, начали прям лезть-лезть, мама говорит, садись, будем стричь. Рыдала просто вот неимоверно. Ну, потом и следующий день все забывает, все же мелочи. Ну, это да. Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот такая длительная ремиссия, мы же уже можем считать, что этот человек вылечен от ремиссии? Ну, конечно. Конечно. Мы так считаем, примерно, если 5 лет прошло, то, как правило, мы видим, ранние рецидивы возникают первые там несколько месяцев, поздние рецидивы могут возникать в сроке там полтора, два года, три года, иногда чаще, позже бывает. Но если человек уже перешел, там рубеж пятилетний, не лечим его 5 лет, то мы считаем, что это уже выздоровый человек и развивается по своим законам, по правилам, как положено, все видите, как в зрелости достигают, выходят замуж, женятся, рожают и так далее. Да, у меня ребенок, ему 19 лет в этом году будет. 19 лет ребенок? Мы с Егором приезжали, он как-то, ну вот так. Лет 7 назад приезжал с Егором Владимир Георгиевич, ребенок сказал, все, поехали к доктору, мы поехали. А зачем? Познакомиться хотел. Он знает, что есть определенные обстоятельства, по которым он обязан тому, что он есть в жизни. И одно из обстоятельств, самое главное, это вот это обстоятельство, потому что, говорит, мам, ты выжил ради того, чтобы был я. Что для вас, Владимир Георгиевич? Это вот, как, не знаю, как дом, как папа, как мама, вот по-другому не скажешь и все. Папа и мама. А можно я тогда задам вам, а сколько у вас таких детей? Ой, много. Ну, за мой опыт, я ведь занимаюсь онкологией с 1973 года, извините. Не знаю, многие еще не родились в это время, я уже начинал заниматься онкологией. Вот, я уже такой Аксакал, наверное, самый древний в нашем институте остался. Вот, но это была школа, которая началась в Морозовской больнице, там было впервые организовано детское онкологическое отделение нашим академиком Дурновым, Дурновым, в рамках, тогда кандидатом медицинских наук к упору, но потом он тоже вот вырос до академика Российской академии медицинских наук и создал целую школу. Нас оттуда понабирал самых умных, самых лучших. Когда мы переходили сюда в онкологический центр, он очень умел это делать, всех пособрал и вот это стало такой базой для института детской онкологии, который здесь был организован. Вот, и мы там потом выросли, тоже стали кандидатами, потом докторами, потом поликторами, а некоторые еще не академии. А вы можете хотя бы примерно сказать, сколько у вас сейчас излеченных пациентов? У меня такого вот... Каким порядком чисел можно обозначить? Да бог узнает. У меня такого вот конкретного кота мне заняты. Ну, конечно, сотни есть пациентов, которые прошли через мои руки. Это же не только рабдомиосаркома, потому что это и глазки, и щитовидная железа, и околоушная слюна, железная ткань, и раки носоглотки, и все, что на голове, и на шее. Но кроме того, я-то начинал заниматься не головой и шеей, так уж сложилось. Это у меня Лев Абрамович определил в эту такую более узкую специальность. А когда я пришел после ординатуры в онкологию, то я занимался только абдоминальной онкологией. У нас тогда не было разделения на такие локализации. У нас детский онколог, который занимался и остеосаркомой, и опухолем почек, и опухолем печени. И мы все оперировали все подряд. А потом уже такое пошло немножко. Неживание сделали. Может хорошо, может плохо. Но с одной стороны хорошо, потому что мы специализируемся более узко, естественно, более профессионально. С другой стороны, широта образования, в общем-то, она нужна. Надо исходить, идти от большего к меньшему, конечно. Не наоборот. Поэтому так. А вот насколько сложно было выполнить операцию, все-таки это лицо. Это, наверное, небольшое пространство. Насколько сложно было выполнить это в те годы? И насколько, есть ли у вас какие-то помощники, видим, может быть, электронной навигации? Часто, конечно, по-другому все. Потому что то, чем пользовались мы, какими там возможностями, материалами, у нас не было. Там ультразвуковых скальпелей, которые там позволяют избежать кровопотери, более щадящие отношения к тканям, там коагуляции было. И, в принципе, даже инструментарий немножечко другой уже, более технологичный, более удобный. Шовный материал тоже очень важно, потому что сейчас эти все рассасывающиеся материалы, которые используешь, там, очень изящные иголочки и так далее. Когда у тебя такая, там, корюк, и капрон был и так далее, или шелк. А что же помогло делать вот такую виртуозную операцию так чисто? Ну, все, все вместе. опыт. Я помню, после наркоза ходила, сильно ругала доктора. Все отделение детей собрались, смеялись. Под наркозом. Непроизвольно. Да, непроизвольно под наркозом ругалась я, переживала за лицо. вы узнали такие слова. Дети все знают. Да, дети все знают. Да, бывает иногда после наркоза, когда человек просыпается. Сейчас такого уже нет, потому что это были такие комбинированные виды анестезиологического пособия, после которых такие-то и тошнота, бывая рвота, долго приходили в себя, пробуждаются и потом целые сутки может быть это все. Сейчас совершенно другие возможности. Сейчас после проведения трех, четырех, пятичасового наркоза в принципе экстюбировали, ребенок лежит, уже улыбается и ничего не тошнит. никаких поводов и никаких поводов нет ругаться, а тогда у меня там какой-то я иду из операционной, кто-то в палате кричит «Олег, собака, что ты со мной сделал?» Да, Да, такие истории бывали. Конечно. Что у вас в таких случаях? Не, ну что, придешь, приваскаешь, успокоишь, ну что ты скажешь, ребенок? Конечно. Поэтому по-всякому бывает, но дети очень мужественные, надо сказать, что вообще и переносят они тяжелейшие операции, которые мы проводим, они их переносят ну более эластичные, что ли, чем взрослые. Они взрослые более ригидные в этом плане, поэтому это вот как для хирурга это такой более благоприятный, даже не могу сказать, какой-то хотел термин сказать, но который нехорошо бы прозвучал такой материал. Вот для работы, понимаете, это более благодарные пациенты. Это более с точки зрения восстановления, я имею в виду, не то, что, ну да, более благодарная отдача на восстановление, на перенесенную травму, там, и так далее, то есть более эластичные. А вернемся вот к этому поразившему меня эпизоду с жвачкой, которая защищала зубы, да, будущие зубы. Не уже были как же 11 лет, как надо было сохранить от воздействия лучевой терапии. Ну, это как один из такой. А вот в один из наших квартирах вы говорили, что лучевая терапия в детском возрасте, когда ребенок еще растет, она же может повлиять еще на рост костной ткани. Повлиял? симметрия. Повлиял? Симметрия вы увидели. Симметрия есть. Симметрия есть. Иногда специально распускай волос, сегодня жарко, а по факту вот эта часть она стала более припухшая. Сначала она была менее развитая, а сейчас какое-то перестроение кости, видимо, идет, не знаю, что происходит. это не страшно, потому что девочка выросла любимая, красивая, смотрите, все хорошо в жизни устроено, благополучное. Вы, поскольку вы хорошо знаете свое лицо, это возможно видит Владимир Георгиевич, поскольку он с жерлом, через свое лицо, а вот, например, на мой взгляд, все прекрасно, симметрично и ничего не заметно. А вы этого достигли с помощью чего? Это по-разному бывает. Во-первых, это возраст уже такой, когда это не так отражается. В основном это касается детей более младшего возраста, когда еще только рост, становление. Здесь осталось там до роста скелета ну два года, три года. Это не то, что ребенка в три года облучил, и вот мы как ретинобластому, например, облучали, там совсем там один глаз вырастает нормально, а другая орбита, она фактически останавливается в росте, и тогда очень некрасиво. получается асимметрия. А когда уже это достигает своего развития, возможно, что раньше костный рост закрылся, но не настолько, чтобы такая асимметрия была очевидна совершенно. Нас просят повторить, какой был у Светланы диагноз, Анастасия. Рабдомио-саркома, мяких тканей, в районе головы. Щека, щеками, мяких тканей щеки, крыло носа туда попадало, губа, вот это вся, это было сантиметра 4 или 5 первичное, больших размеров. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения наследственного фактора, здесь не проследуется, не чревато ничем. Это не генетически, нет, нет, нет. Это не как... Я, допустим, как будущая мать, там, в 20 лет, да, родители переживали, они думали... Родиться ребенок или ничего. Можно, нельзя. Я слышала, что у родителей были у моих такие разговоры, но когда у меня случилась беременность, у меня даже ни минуты не было шагнений, я знала, что точно должен быть ребенок. И все хорошо. И все хорошо. Да. Ну, у меня много таких пациентов, которые выросли, женились, имея своих детей, и ни одного, несколько детей. Несколько детей будет. Недавно была, приезжала на контроль девочка, которая тоже, ну, примерно в то же время, наверное, была, Наташа Малинина. Вот. И она привозила двух близняшек детей, которых вырастила. Они тоже уже большие школу заканчивали там, по-моему. Вот она должна еще приехать на контроль. Потом я покажу, ее вам. Как изменился процент пациентов, которые выживают и выздоравливают после лечения Рабдомиосаркома? Вот за эти 30 лет. Когда мы начинали онкологией заниматься, вот той же Рабдомиосаркома, это, ну, так, примерно процентов 40-45 имели пятилетнюю выживаемость. Сейчас это к 70% подбирается, если это наружная локализация, такая вот, как устроить, но еще есть тяжелая, еще более мерзкая локализация, это парамингиальная, то есть это в глубине ткани, подвесочная ямка, крылоневная ямка, основание черепа, носоглотка, вот там это совсем, там хирургически очень сложно это все убрать радикально, здесь все-таки это более-менее наружная локализация, как-то может быть, а там такая локализация очень плохая для хирургического вмешательства, но, тем не менее, сейчас такие появились варианты лечения, сочетание лекарственной терапии с лучевой терапией, плюс на определенном этапе хирургическое вмешательство, если оно возможно, но... Ну, существует же еще инвестиционный прибор, который позволяет? сейчас другая, другие технологии, другие возможности, сейчас, тем более, сейчас, допустим, основание черепа, это делается эндоназально, трансназально, без разрезов на коже лица, и это очень здорово. А раньше это делали как? Вот, как, на себе говорят, не показывают, но это разрез по скату носа, покажу, вот такой по брови, чтобы туда подойти, вот так, потом вот так, потом вот так, и рассекалась губа, это сепаровывая сторону, для того, чтобы там влезть в этот район. и оставался шрам, да? Ну, куда же, если на коже разрез, конечно, шрам остается всегда. ну, если в детском возрасте раннем это сделано, как правило, его становится... Можно нивелировать. Можно нивелировать, но, конечно, если это девочка, все равно это лицо, это... Еще у парня, особенно в этой зоне, там, он у свет растил бороду, отпустил, и там, как-то прикрылся, а девчонки, конечно, девочки, это очень важно, это же, ну, девочка, ну, что здесь говорить, ну, конечно, что здесь говорить, лицо и девочке. вот что касаемо лица, с лицом, все прям в порядке, и с учетом даже возрастных каких-то изменений, ну, мне уже 41 год, чуть-чуть стало что-то по-другому выглядеть, а именно вот начиная, там, 17-16 лет и лет до 37, вот, просто все четко было по лицу, да? Сейчас, конечно, какие-то возрастные может быть корректы. Ну, они будут, это, к сожалению, это эволюция человека. 41 год, я уже не могу выглядеть только в 11. Это физиология, это механизм. Ну, да. Так что, вот, ну, с точки зрения выживаемости, вот, мы не закончили эту тему, то сейчас это достигает, вот, при этих локализациях 70%, но все-таки 30% пациентов наблюдаются рецидивы, и потом метастазирование, и потом не все удается сделать. А с точки зрения лекарственной терапии, которая прошла эволюция определенная тоже, мы там начинали с двух препаратов, когда-то там в 70-х годах был венкристин, был циклофосфан, больше ничего не было. Сейчас спектр значительно расширился, но все равно это какого-то вот достигло такого момента, когда мы делаем какие-то комбинации. Вот это давайте вот с этим, а это вот с этим, потому что, к сожалению, из того спектра препаратов, которые мы имеем, ну, скажем так, для сарков, мягких тканей, мы имеем там 7-8 препаратов. Ну, это не мало, мне кажется. Ну, И немного. Да, потому что в одну комбинацию входит 3-4 препарата сразу, это же не монохимиотерапия, это все эмпирически, мы прошли большой путь становления того, что мы пробовали и так, и всяк, и вот такие там протоколы, всякие есть, американские, немецкие, ну, и разные, и французские протоколы есть, и вот мы пользуемся международными протоколами лечения. А каким конкретно? Протоколом по сарковной мягкой ткани есть у нас такой протокол CVS, который мы считаем один из лучших в мировой практике. Коговский протокол есть, американский Cancer Oncology Group, который тоже, ну, примерно такая же эффективность. Ну, у нас и наши протоколы есть, которые не хуже. Вот в частности, Света, Света мы лечили препаратами зарубежного производства, типа там, платина, цисклотина и доксорубицина и доктиномицина. Это не наши препараты были. Но схемы лечения и комбинации лечения, они были наши. И в частности, у Света, в Свети попал этот красный препарат, который, она говорит, карминомицина. Это аналог доксорубицина или адрамицина. В прошлом был такой итальянский препарат, адрамицин выполняли. У нас был карминомицина. У меня в кандидатской диссертации как раз были там три схемы препаратов, которые показали, что наша схема не хуже и оказалась той, которая в международной практике была. Так что здесь и отечественные продукты сработали. То есть Света лечили российскими протоколами? Один из них. Протокол, да, протокол наш был. А сейчас? Сейчас у нас стандартизировали эти протоколы так, чтобы это была возможность для правильного сравнения. Потому что то, что мы делали в каждом учреждении свое, придумывали и что-то делали. А потом это не поймешь, что лучше, что хуже. Потому что вроде хорошо, а когда ретроспективно смотришь, анализ 100 больных прошло, например, оказывается, не так уж и хорошо, как казалось. Потому что надо сранить. И тогда решили это все стандартизировать, чтобы вся страна лечилась вот по этому протоколу. Тогда прошел год, прошел два, мы набрали там 500 пациентов и сделали статистические достоверные выводы тогда. И показали, что это хорошо или это плохо. Света своим опытом поучаствовала в спасении многих жизней. Многих, потому что это тоже вошло в историю в аналог. Вот что-то новое узнало. Да. Вот как вы ощущаете этот вклад? Он что-то поменял в вашем жизни и восприятии? Ну, на самом деле я просто всегда, когда слышу какие-то истории про детей, ну, это же все доступно в ресурсе всегда. Это просто мысленно, вот, любовь, какую можно, детям этим посылаю, и дети вообще не должны сдаваться никогда. А что бы вы посоветовали родителям? Вот из позиции той 11-летней девочки, которая вместе с мамой проходила вот сквозь эти трудности? Родителям надо быть сильными и очень сильно любить детей, потому что они любви очень много строятся, и если родители очень сильно любят своего ребенка, эта связь чувствуется. Когда родитель на каком-то этапе начинает, я просто как ребенок это видела, сдаваться, родителю, да, тяжело, по всем фронтам родителю тяжело, ребенок, допустим, может капризничать, не есть, протестом, ругаться на Владимира Георгиевича. Вот, я как ребенок видела, что в отделении где-то родители могли хлопнуть ребенка там по попе, да, отругать, еще что-то. Я понимаю, что это уже родительское отчаяние, но где-то надо черпать силы, чтобы все-таки давать любовь своему ребенку, потому что ребенок за счет любви будет дальше выздоравливать и развиваться, и расти. А вы помните отношение родителей к вам в семье изменилось, они стали относиться к вам с высшей осторожностью, скажем так. С опекой, с трепетом, да, то есть там, где могли бы, допустим, подругать, уже не ругали, больше стали позволять, это, конечно, чувствовалось. Но у вас это обстоятельство скорее... Хуже это никак на ребенке не сказалось, на мне. То есть вы понимали, осознавали даже в том возрасте из-за чего тогда, из-за чего-то. Да, я понимала, почему мне немножко лучше, чем моему брату. Да, вот такие интересные... Ну, конечно, такие психологические моменты, нюансы, они всегда вот в такой беседе вылезают у всех по-разному. Вообще, вот что касаемо детей, конечно, если смотреть назад, я понимаю, что после лечения мне не хватало психолога. Это вот, наверное, первое, что должны были сделать, это идти мне к психологу и поработать со мной. Потому что вот много всяких воспоминаний было. Дети же дружат в отделении друг с другом, привязываются друг к другу. Где-то мальчик влюбился в девочку, где-то девочка в мальчика. И у меня у самой было такое чувство, которое я на протяжении еще 10 лет в себе таила и несла. Расскажите, вы влюбились в кого-то из мальчика. Он в этом отделении находился в нашем. Но я же не могла сказать. То есть у нас какие-то взгляды были. Мальчик там был старше на 3 года, на 4 меня. Где-то мы там ложились в одно время в отделении на лечение. Проходили, смотрели друг на друга. То есть я понимала, что происходит, и он тоже. А потом случилась печальная история. Там в очередной заезд наш мне подружка рассказывает тоже, которая проходила лечение, что романа больше нет. И ребенку в 12 лет вот это принять очень сложно. И потом вот это вот в голове 10 лет ребенок носит. И ничего с этим поделать не может. А как вы справились? Я просто про этого мальчика еще 10 лет думала и спокойно ночью. Желала мысленно и так далее. То есть дети это все вот так вот воспринимают. Вот лучше детям и родителям больше разговаривать. Родителям с детьми на любые темы. Про любовь, про дружбу. Вот про все, что окружает. Потому что ребенку если 10-11 лет очевидно он может влюбиться в мальчика. В какого мальчика он влюбится? Который там в соседней палате лежит. А если этого мальчика не станет, девочка, что может сделать? Отчается. Вот. А если мама об этом не знает и не видит этой ситуации, то она естественно не сможет помочь. Мама не догадалась? Нет, никогда никто не знал. Вот я бы посоветовала вообще родителям к детям присматриваться. Если даже у ребенка возникло вот это чувство, когда он находится в отделении на лечении, то по факту это же хорошо. Любовь она всегда лечит. И наоборот это надо поддерживать. И все. А дружба сложилась у вас в отделении? С детками да, мы дружили конечно в отделении. Но к сожалению я не знаю как так сложилось, но теми ребятами... Мы растерялись, разъехались. Россия большая. Да. Мы тогда лечили весь Советский Союз уже эти годы тогда было. Там у нас были киргизы, казахи, армяне, азербайджанцы. Мне кажется, что сейчас есть, но это же они ведут уже как бы эти иностранцы, платные, больные. А тогда это было все дружба народов. Все дружили, все любили друг друга. Все замечательно. У нас 50-ти коечное отделение, большое, огромное отделение было. Все вместе были. У нас осталось еще буквально 10 минут. я прочитаю Нелли Парикова пишет. «В помощи Божией всем детишкам и врачам персонально Владимир Георгиевич с уважением и любовью к вам хранила Господь». Спасибо, Нелли. Вероника Нелли напишет. «Владимир Георгиевич, низкий поклон». Дина Гулянсова, сейчас здесь у нас. У меня 32 года, он был моим врачом. Ну, видимо, Дине 32 года, и вы были врачом, Дина. Ну, вот видите. Помните своих? Конечно, помню. Девчонок и мочили. Тем более тех, которых сам лечил. Уже сейчас я в меньшей степени занимаюсь пациентами, но консультирую, оперирую, но так вот, чтобы довести, потому что, когда ты ведешь, ты врастаешь и в судьбу, и в проблемы, и родительские, и семейные, все знаешь, отношения и все такое. Поэтому, естественно, это запоминается на всю жизнь. И дети, которые ты приходишь каждый день, его смотришь, перевязки делаешь, знаешь, что сегодня была там рвота, сегодня тошнота, сегодня температура, назначаешь лечение и так далее. То есть ты, когда непосредственно лечишь врач, безусловно, это просто вырезается навсегда. Это родные виды, наверное, не все. Да, конечно, конечно, становишься родной. А вот каково это чувствовать себя частью такой огромной семьи? Ну, каково? Это хорошо. Чем больше семья, тем более семья дружная. Это хорошо. Это здорово. Семья – это всегда сила. Еще и с внуками знакомы. Да, и внуки есть, конечно. У меня же есть девочки, которые, и мальчики, у которых есть дети. Они тоже, ну, вот, Света же приезжал с сыном. А потом он приедет со своим сыном. А потом со своим сыном, возможно, приедет, конечно. И за горами, 19 лет, возьмешь, а женится. Будет бабушка наша Света. И возможно, в это поверить. Ну, конечно. Да, вот Вероника вам шлет. Вероника? Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Если у вас есть к нашим героям вопросы, прошу у вас в оставшиеся буквально 5 минут до конца нашего эфира их озвучить. А я попрошу, наверное, еще раз влочек наших сегодняшних гостей, героев детской среды. Давайте с вас начнем. Расскажите, пожалуйста, вот как вообще опыт болезни повлиял на всю вашу жизнь? Это такой заряд энергии дало на всю жизнь. У меня ощущение, что я буду жить еще целую вечность. У меня знакомые смеются, говорят, ты не пантера, ты кошка. У тебя точно 9 жизней. Потому что вот сколько меня люди знают, они знают, что я всегда заряжена. и даже при самых сложных ситуациях никогда не отчаиваюсь, не сдаюсь. Просто вот есть просто понимание, что все будет хорошо и все. И у меня такое ощущение, что да, будем жить очень долго и очень долго. То есть у меня нет даже понятия, что я там 85 лет проживу, 100 лет. У меня ощущение, что я буду жить всегда. Прекрасно. Это здорово. Это здорово. Я хочу сказать, что, конечно же, Света, пройдя весь этот ад, так скажем, нашей терапии, операция, лучевая терапия, это на самом деле очень серьезно, это очень тяжело. Но я хочу, обращаясь вот к нашим слушателям, сказать, что все задают вопросы, а что будет, а как, а сможет ли девочка рожать, а будет ли у нее там развиваться, да, гормональные там нарушения и так далее, и так далее. Все бывает, всякие проблемы есть, потому что лекарственные препараты это не конфеты кушать, это серьезные вещи, они все со своими проблемами, со осложнениями и так далее. Но тем не менее, вы видите полноценную, совершенно очаровательную женщину, которая стала успешной, которая закончила выше, получила высшее образование, она бизнес-леди сейчас, успешная бизнес-леди, занимается, ну, пользуется всеми благами жизни, которые существуют, и имеет ребенка, счастье, материнство познала. Ну, то есть, это все здорово. Поэтому, когда родители с детьми попадают в наши условия, с такими диагнозами, ну, нельзя отчаиваться, надо надеяться, всегда, надежда умирает последней, надо всегда надеяться на то, что все будет хорошо, все-таки все сделать для этого. Вот очень хорошие слова. Я очень рад, что Свету позвали на эту передачу, потому что она столько наговорила для родителей, для детей полезного, что ни один психолог, ни один врач этого не расскажет, потому что она сама прошла через эти все пути, и кто как не она может это все преподнести и рассказать. Это очень здорово. Класс. Ну, а детям можно сказать, что они загадывали желание. Не вот постоянно разные там машинки, там и жвачки, пятая, десятая, а вот самое сокровенное желание просто сесть, не знаю, там ночью загадать очень сильно и нести его до той точки, пока оно не исполнится. Вот дети должны уметь загадывать желание и очень сильно должны уметь это делать. А вы так делали? А как это происходит? Это вот уже собственный опыт. Видишь, как интересно. Это может быть собственная своеобразная концентрация, вот концентрация вот всех сил и всей энергии, которая у тебя есть. Говорят, вот сегодня день весеннего состояния, летнего сам состояния. И нужно загадывать. Я вот летела утром в самолете, смотрела на небо и загадывала. Все сбудется. Вы наработали эту практику и теперь не пользуетесь. Как-то я и не изучала, и никогда просто так чувствовала. А как это было, когда вы лежали в детском институте? Просто ночью просыпались и загадывали желание? Просто четко понимать, чего ты хочешь. Концентрироваться на этом и просто знать, что вот есть цель, и ты идешь к этой цели. Когда есть цель, уже идти легче точно. А у вас какое было желание тогда, в те времена? Ну, я хотела вернуться на хореографию. Вот, это же цель. Это на самом деле, я могу сказать, что это очень важно, потому что я совсем недавно, как вам известно, был на грани. Я себе тоже загадывал желание. Я ушел... Поделитесь? Да, ну, конечно, но это не секрет. Какое желание вернуться в этот коллектив, в эту жизнь? Я уехал, меня на скорую помощь увезли, я ни с кем не повидался, не попрощался. Да, очень тяжело возведешься, когда в ковид. Я себе сказал, что как это я так, не попрощавшись в виду, это не может быть. Я из реанимации выкарабкался для того, чтобы вернуться. Но мы еще мысленно нас поддерживали. Ну, конечно, все поддерживали. Да, ну, серьезно. На самом деле, вот это то, о чем говорит Света, какая цель, и чтобы это преодолеть, это тоже нужно, потому что рядом со мной люди ломались и погибали. Вот сейчас, ну, конечно, я же в реанимации был, и на моих глазах это все происходило. Кто-то боролся, кто-то там себя настраивал на победу, а кто-то сдавался и переставал дышать. А так нельзя. Говорят еще, что дети счастливые вырастают, когда они во сне летают. И после лечения пройденного, я очень часто летала во сне. Вот мне кажется, это даже можно сделать, если заснуть этой мыслью, ребенку. И полетел. и полететь во сне, да. Нам желают всем пациентам выздоровления, докторам долгих лет жизни. Мне кажется, что сегодня мы говорили не столько про современные технологии лечения рабового саркома, как думали, как планировали, сколько про то, что существует любовь, доброта, целеустремленность, силу духа, желание жить, душевные разговоры, человеческая близость, которые помогают справиться с самыми страшными недугами. Спасибо огромное всем, кто был сегодня в детской среде до следующей детской среды. Спасибо. А про технологии это мы расскажем в любое время. в любое время, да. Спасибо огромное всем, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok